слушай а до попадания в поповым а ты чем занимался в охране работал таскал кирпичи поступают ночью звонок там ищут бойца сеймуром ты дрался выглядит как полупокия твоя речь с сигналами пи-пи-пи хардкор меня очень жестко поставил я чувствовал то что сейчас снова по наклонной пойду если ты делаешь замечание то ты в жизни не должен материться я далеко не идеальный человек какие у тебя были мысли когда ты на конференции встал подошел кто ли анатолий давайте я вам разок в башню дам будет последствия и ты можешь оказаться вообще на самом деле был факт преступления расскажи теперь про эту запись кому она была адресована в жопу андресу на этот бонус понятно общение такое хамское я искал виновного чтобы отвесить ему чапалах благодаря его организации ты стал звездой как никуда те эти слова пустой звон ну что друзья скажите вы так же как и я любите это время года когда у всех новогоднее настроение когда уже наряженные елочки и хочется дарить людям подарки получать от этого эмоции ведь как говорится иногда финансы поют романцы и на такой случай у меня есть мой верный помощник кредитка тинькофф platinum ведь с ней можно реально выгодно совершать любые покупки и сейчас я расскажу как именно оформили вы карту тинькофф platinum оплатили ей подарки и прочие покупки на сумму от 3000 рублей в течение 30 дней с момента активации карты и получили кэшбэк в размере 1000 рублей но например хочу я купить себе перчатки за 1000 рублей и на 4000 куплю подарков для своих родных и того получается 5000 рублей я потратил и вы думаете все ну конечно же нет с этих 5000 рублей мне придет кэшбэк на одну тысячу рублей по моему неплохо да поэтому у вас еще есть время до конца декабря все это провернуть не теряй выгоду у карты тинькофф platinum кредитный лимит до 1 миллиона рублей кэшбэк до 30 процентов по спец предложению где один бонус равен одному рублю бесплатные переводы на карту любых банков до 50 тысяч рублей в месяц без подписки и до 100 тысяч рублей в месяц с подпиской тинькофф про можно даже просто перевести деньги на дебетовую карту и снимать наличные можно прямо в приложении подключить рассрочку на 12 месяцев на любые покупки от 1000 рублей поэтому оформляйте тинькофф карту platinum до 31 декабря по ссылке в описании и получите кэшбэк 1000 рублей на покупки от трех тысяч ну что никархо приветствую тебя не могу без улыбки смотреть на тебя почему не знаю просто сияешь это хорошо всех привет дорогие друзья меня зовут святослав коваленко и ибрагим никархо но я тебя никархо называют все время не так привычные уже для вебром никархо всегда было интересно узнать почему никархо но перед тем как ты ответишь надо хотя бы зрителям сказать что здесь происходит это у меня новый формат это не подкаст потому что это наверное что-то лицом к лицу короче давайте сделаем так фейс-то-фейс я хотел сказать фейс-то-фейс давайте сделаем так вы посмотрите вот этот наш подкаст не подкаст и в комментариях напишите какое название придумать этой рубрики но это точно не подкаст за круглым столом за круглым столом есть когда я собираю многу людей да когда много людей собирает а много есть по горячим следам есть поясни за базар я все понемногу у нас получится все что было дальше может быть точно что было дальше в общем мы начинаем надеюсь вам понравится и слушай два сначала поговорим о том что я тебе узнал когда готовился к интервью читал в интернете даже сейчас телефон там записал чтобы не от себя ничего не говорить тут написано в 9 лет мальчик переехал в москву столицы москвы он пошел на секцию плавания и карате но в секции плавания даже не смог держаться на воде то есть топор не мне интересно откуда они берут информацию а скорее всего где-то в эфире может быть рассказывал про это ну прикольно то что вот пишут секция плавания это получилось так что я в школе учился в южном буты и у нас там место физры ходили на плавание по итогу это длилось около полугоду по итогу я не научился стоять на воде плавать умею но стоять на воде не получается стоять на воде эти как ну типа не уходить вниз я настолько воде ходить держаться на воде сразу понял это самая настолько деревянный то что сразу ухожу вниз наоборот деревянные не уходят из они плавают каменные еще потом полгода поплавал и ушел перешел с младших класса выше у нас там уже физры не было в плавании а так до в младших классах мы вместо физ 2 физры ходили на плавание все всем классу учетом оценки ставились вообще пока да конечно что у тебя было блин не помню повезли всегда все четко вы а это типа как отдельный предмет был физры или физра нет именно физра проводила это просто типа отдельная рубрика плавание как у меня а каратэ еще как успехи были каратэ очень хорошо подвинулся там детских занимал места короче какой пояс почти синий синий пояс я забрал помню каратэ даже даже сейчас когда уже вырос когда все это время прошло пишут находятся люди с моего детства короче пишут у меня память плохая вообще не вспоминаю ничего вот они пишут в тех забыл уже текста пишут типа а я помню тебя ты нас защищал от старшеклассников помнишь ты там это сделал то сделал короче с детства был за справедливость защищал всегда слабых а ты их не помнишь да которые тебе писали некоторых вспоминаю с кем близко общался прикольно да очень круто ты как раз сейчас сказал защищал от старшеклассников был за справедливость и дальше в интернете я тебе нашел информацию что ты какое-то время в москве по разным школам побуждал что тебя либо выгоняли либо ты выходил из-за драка а потом уехал обратно к себе в республику вот расскажи что это было что за справедливость подробность но знаешь детство короче отца не было рядом приходилось самому двигаться защищать маму двух сестер из детства могу уверенно сказать что у меня не было детства потому что я слишком рано сформировался и был типа защитником дома как это происходило вот это твои драки из-за чего хулигане ну блин допустим допустим вот в то время даболю даболю эйч есть такая типа постановочные бои типа рейслинга да рейслинга то время это очень сильно распространено было что было дальше среди детей по поэтому все просто выходили в перемены и друг с там там бились там толкались и стрелал я очень сильно стрелал муж чересчур перестарался на может быть местами до чего выгонялись со школы или что говорили оставили на учет ставили на учет и типа вот либо меняю школу либо дальше пойдешь последствия и вот приходилось уходить менять школу я за эти пять лет пять шесть лет проведения в москве поменял шесть школ всегда был разных местах и не было постоянства поэтому не было детства и как вот приняли решение отправить тебя в республику это после последней школы видимо до последней школы был очень серьезный инцидент не хочу даваться в подробности потому что там были проведены некоторые махинации чтобы я не ушел дальше поэтому пропустим эту тему ну да да это серьезными последствия видимо это сколько хотя бы лет было тому человеку блин ну скорее всего ровесники ну и в основном я дрался с пацанами чуть старше меня это всегда было и случилось такое неприятный инцидент то что мне пришлось уехать республику но мы и так собирались то время потому что ловить в москве уже нечего было все школу поменяли все обошли и вот решили поехать домой и что как там складывалось это сколько тебе было это лет 14-15 мне было это получается ты мама и сестра нет отец вернулся отец вернулся когда мне было лет 11 а куда уходил места не столь отдаленный сколько общий срок сначала три были потом в процессе еще код добавили короче где-то одним сроком да да около пяти лет где-то да да а что за статья не помню что за делега интересно в кого ну тоже развой нет нет а чем занималась мама в то время работала кем на двух работах держала всю семью на своих плечах сначала в москве да да также были рядом дяди которые помогали все это время ну я ни в чем не нуждался в детстве сестры также я очень благодарен за это своей маме и поэтому ее характер ее стремление добиваться своего у меня от нее характером я больше в маму пошел а в папу а в папу духом духом но не характером да характер ну да формировался я больше от мамы характером вот именно знаешь что у нее бойцов очень бойцовская женщина скажем так а потом в грозный когда переехали мама там чем занималась какая-то другая работа но мама уже не работала грозным у нас дома все равно отске у нас все нормально есть дом в основном ничем не нуждаемся там открыли пару точек на базаре короче и вот так развиваемся потихоньку а сейчас вообще мама смотрит твои бои и конференции мама самый мой ярый болельщик смотрит за всем за всем переживают все вместе со мной когда я себя плохо чувствую мама пишет что я себя плохо чувствую как ты что ты короче у нас очень связано но энергетическая связь сильная поэтому когда мне плохо она сразу чувствует сразу начинает переживать звонит пишет а бывает такое что мама звонит и говорит здесь ты был неправ там и да да конечно а приведи ситуацию где ты был неправ ну допустим в последней ситуации мама говорит надо было проявить терпение нельзя было входить в конфликт для и прислушиваюсь и но мне же виднее я нахожусь тут она видеть то что через камеры как и все остальные зрители наши видят то что в камере происходит уже в процесс а все как это собиралось все как это копилось никто не знает не видит поэтому когда так но мама постоянно следит постоянно за всем следит где-то даже очень стремно вы это что она даже моих соперников изучает поливаешь изучать каком плане прямо изучаясь добавили смотрит бывают моменты даже подсказывает мне вот там тебе надо так сделать поэтому бойцовская мама слушай а до попадания в поповым а ты чем занимался приехал в 2021 году 4 марта москву я приехал изначально почему я вот учился отец меня направил учиться сначала среднее специальное потом на высшее хотел чтобы я в этом плане немного развился на кого блин даже нет 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 учился добыча нефти и газа на этом направлении учился один курс отучился и вот я все всю жизнь в спорте хотел развиваться всегда чувствовал что это мое и где-то очень хорошо получалось процессе потом туда оттягивали сюда оттягивали как-то уже погасло это желание и вот я учился учился в моменте понимаю что это вообще не мое короче прихожу к отцу и вот он дает разрешение уехать я приезжаю в москву найти себя я приехал просто найти себя свое приехал ну сам понимаешь большом городе один без надзора родителей понесло туда-сюда и где-то работал где-то там работал где-то забирал где-то отдавали это самое и вот в моменте короче вот в этом всем процессе попал случайно попал на арену подожди это рано сейчас мы сейчас подожди где-то работал у кого чего забирал не на самом деле серьезно тут и говорят подробно шутишь ты или шутишь я сейчас сам не понимаю но было всякое конечно да было всякое были моменты где забирал были моменты где просто отдавали это самое прошел через все через многое прошел жизнь помотала короче а вот сейчас как на то смотришь ими моменты где забирал где отдавали в любом случае справедливость везде тоже по справедливости только по справедливости вот тебе человек должен не-не-не такого гоп-стопа не было гоп-стопом такой фигня отвечай сейчас не пояснил бы там уже комментарии пишут гоп-стоп но они сейчас пишут смотрите ребят гоп-стопом не занимался в таких вещах не участвовал обходил а вот где должны были отдать и не отдали тебе должны ну тебе мне ему если метод должен я обратился к тебе и помогаешь решить проблему но это так было помогал когда-то во сне такой сон был приятный где мы забирали у должников а вот эти должники они вообще что за люди были просто работодатели вот такие люди были были просто воздуханы которые там пообещали продвижение взяли вложение и пропадать на то есть такие типа кидаловы либо обманщики да ну ты объясняй вот из-за того что ты не поясняешь и отвечать я понимаю перед камерой то что такие вещи лучше подробности а вот тем более с последними событиями если я сейчас топорнулся на том где ты сказал бывало забирали бывало давали бы отвечать здесь написали что гоп-стоп и что ты вообще конкретное быдло а вот сейчас ты более-менее пояснил вот конечно тоже напишу что это нехорошо но хотя бы нехорошо хотя бы те кто заслужил это если ты говоришь что те кто кидали особенно как берут на работу особенно приезжих берут на работу обманывают работал официальным по бумажкам не просто бывало в охране работал там за камерами сидел бывали такие моменты где приходилось работать даже на стройке бывал работал от умы и у моего дяди вот в москве есть пару фирм которые занимаются обделкой там вентиляции бывало у него подрабатывал кем строителям у дяди на фирме работал строительным работал своими руками клалки таскал кирпичи а почему дядя не мог как-то повыше дать работу ну какое есть типа ни на что не годны только кирпичи кладь нет нет ну ладно клади кирпичи уже хотя бы ну так приходилось работать ну а нормально платил тебе да как должное платил как как всем не было такого что вот ты мой племянник вот эти как ты говоришь сейчас посажу на верхушку будешь там сидеть сверху плевать долго работал с кирпичами нет понял что не твое месяц может чисто подработка вот когда нужда была конкретно охрана как вообще работа в москве было истории очень много на самом деле не было такого что я всегда там был при бабках короче всегда жил на широкую ногу даже вот на охрану почему устроился объясню появилась проблема жилем а там жилье давали понял там комплекс мы типа входе жильете похож на прям там жили короче потом охраняли открывали ворота там кнопку нажимаешь такие вещи и потом как ты решил покинуть это и вот это был как раз тяжелый период я уже думал как дальше поступать там куда-то пытался влезть алхамдулла то что не влез потому что не знаю где бы я сейчас был весь там темы не темы поняли ци так в итоге вот я сижу на охране в итоге поступают ночью звонок там ищут бойца короче 30 плюс 30 дают на 75 а такой о нифига себе я же боец на то время спорт я это вообще разные вещи с карантина не занимался спортом вообще и вот поступает такой звонок я поехал туда подрался поспал арена да да на арене да поспал там и вот это бой мне дало осознание то что вот как как я проиграл не в оскорблении с эмору но он выглядит как блин это полупокер не в оскорблении по внешнему виду внешний вид такой но стиль у него короче такой не особый ты согласился драться получается по твоему суждению с полу покером как так ну я же не знал с кем я буду драться по внешнему виду видно что он полу покер ну в том-то и прикол я оскорбился то что я проиграл такого как спортсмен он хороший базар нет но выглядит не очень я ассорбление если честно ничего личного просто мое мнение сказал бы хотя бы как нефор а вот я это и хотел сказать как нефор выглядел извиняюсь еще раз не вот этот проигрыш дало мотивацию восстановиться а и из того момента я все лишние дела всех лишних людей все окружение оттолкнул от себя в моменте прямо от всего лишнего избавился и просто тупо начал пахать брат пахал как комбайн начал подготавливаться и перед боем я порвал мениск прям перед боем на тренировке порвал мениск и очень сильно обидно было потому что я вот все это убрал готовы готовы и вот прямо перед выходом очень хорошей форме был на то время порвал мениск и на полгода отстранения сам понимаешь как у меня стресс в голове я чувствовал то что сейчас снова по наклонной пойду после операции месяц дома провалялся ничего не делал до меня атрофия мышц было как вот эта рука тонкая была нога понял то что нагрузку не даю и я в моменте собрался силами осознал что это испытание от всевышнего и осознание осознание пришло того что легко просто ничего не бывает вот я пошел захотел пошел поэтому пути захотел поэтому такого же не бывает по-любому на этом пути должны быть испытания как ребята чтобы укрепить свой характер идти дальше вот это для себя осознал восстановил ногу через три месяца короче я уже выступил на хай файтинге выиграл свой бой после поражения и все это время я пахал у мухаммада исакова прямо у зала снял себя сначала комнату снял с другом жили потом поближе квартиру снял уже и вот зал дом зал дом ничего не видел никаких там тусовок никаких там гулянок вот это все убрал от себя и алхамдулла у меня все получилось получается и пол и иду к своим целям добиваюсь добился где-то уже вот такая тема слушай расскажи для зрителя который также хочет попасть на хардкор на шадил куда угодно ты просто сейчас рассказал свою историю ты сидишь в охране и тебе поступает звонок а тут люди пишут на почту и мне поступать звонки вот этот звонок как появился в чем нам мне очень много пишут тоже ребята как попасть брата я не знаю с матчмейкерами дела не виду кроме не к что-то звонок как звонок через 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 человек 3 4 лицо там где-то друзья у меня были которые там выступают где-то еще знакомые были которые у которых менеджер который там ищет бойца и вот так поступил случайно этот звонок типа не знаешь бойца на 75 килограмм ну да это как видимо арена формировалась и они каждые запросы распространял и тебя спросили ты по идее мог даже на тот момент у сеймура 8 человек отказалась от него и вот мне поступил звонок какой на всю голову вперед но видишь мотивировал тебя если бы ты его выиграл и он был бы слабый вообще в принципе соперник и пускай вот имеет его хватает и ничего бы не было процент а ты в армии был нет почему я помню в то время именно чеченцев армии не брали прямо прямо ребята давали определенные суммы чтобы их взяли в армии в дагестан такое слышал в чечне было тоже начало в чечне самой не забирали прям внутри чечне на тот момент нет там даже армии не было вот на я вот я меня на учет поставили и все короче я помню вот на тот момент ребят не брали в армию не знаю почему конкретики не знаю почему да я бы я бы поехал бы отслужил бы мне мне отец говорил с армии выгнали бы немножко сформироваться для сформирования своего сознания можно было бы туда поехать то сознание которое у тебя было тогда мне кажется если ты поехал в армию с армии выгнать могут только в дисбат ну что перейдем самому интересному напрягающий день и начнем постепенно разгонять это про ситуацию с сивым убивать друг друга пойдет вы же там выйдете ни хрена не сделает я хочу поговорить смотри получается ты говоришь человеку на конференции не материться и потом через три минуты встаешь и твоя речь с сигналами пи 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 эту ситуацию мы долго разбирали даже я попросил хардкор выставить к себе на страницу без монтажа выставили ситуация такая вот ребят вам поясню допустим вот мы сидим с человеком общаемся на камеру это выходит выпуск там сотни тысяч человек смотрит этот выпуск дай бог и вот они берут пример с нас мои родители этот выпуск увидит его родители увидят вот ваши родители ваши дети будут смотреть этот выпуск я не хочу чтобы вы видели как мы матерились как мы оскорбляли именно в таком плане друг друга потому что это неправильно это не культурно ни в каких культурах это не поддерживается допустим дома перед отцом родителями мы не материмся же может есть где-то в семье семьи такие которые это позволяют но там где я вырос такого нету я не хочу чтобы вот в таком плане вы нас видели поэтому я решил взять на себя ответственность чтобы на конференциях не матерились в первую очередь потому что я там сижу из-за этого смотрят этот выпуск мои родители вот вот у них конфликт у них все на игра на это все знают все договорняк они хитро кого усилу и джавида а да не там очень грубо оскорбляют на матов в их разговоре нету конкретного и все это выходит из-под контроля вы там ударяет его падает и все их перекрывают они начинают друг другом материть оскорблять я в сторонку отошел пока давление понизится вернулся попросил до случился мат и такой небольшой конфликт случился уже в этот момент хочу подметить как хардкор меня выставил теперь я могу это открыто говорить вот хардкор звуковые сигналы да да сейчас я более чем уверен то что это вот проделки хардкора были чтобы меня выставить в плохом свете все знают что у меня очень много хейтеров и под этим выпуском 15 тысяч комментариев было и все меня оскорбляли да 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 то что вот лицемер там это еще самое лучшее слово как меня оскорбляли там я сам вот посмотрел выпуск взялся за голову блин думаю как как я мог так вообще как это возможно это это не я ним и начал это выяснять и получилось так что просто хардкор меня очень жестко поставил дабы хейтеры на меня напали у них комментарии появились так и подставу в чем я так и не понял в пиканье а что там за слова блин то есть ни одного матов ни одного блин запекали вот эти два человека блин там выходят дальше вместе общаются ты упал теперь чё вы блин убивать друг друга пойдете блин вы же там выйдите нихрена не сделаете блин и чего потом ты даже на таких эмоциях на таких тонах я не позволил себе там ни одного мата хардкор выставил меня таким человеком а ты потом кому написал за это пиканье в хардкор писал редактором матчмейкером всем писал а как писал можешь вспомнить примерный контекст нормально было в таком же стиле нет все нормально было потому что без наездов да наезды были на конкретно с человеком с которыми общался наездов не было я со всеми очень хорошо очень позитивно написал да вы так либо нет типа кто в этом виноват я искал виновного чтобы отвесить ему чапалах отцовский я очень сильно ну сам пойми не за что тебе но если там реально блин был только да окунули тебя и чё нашел кому шапалах дать не нашел я даже в ту ночь в офисе побывал там все друг на друга смотрят то есть реально не спросил кто делал монтаж и почему наложили звуковой сигнал спросил у всех на друга смотрят не я не знаю ничего вот так это закончилось до меня меня по всем там каналам кидали короче делали обзоры на меня вот на эту ситуацию она очень глубоко зашла потом когда я уже начал выставлять своим без без монтажа там кто-то там извинения даже приносил типа был неправда то есть это так как-то вывертились но все равно я в плохом свете остался даже до сих пор замечаю то что пишут комбинт комментариях типа я попросил не материться потом сам отекался слушай но были ситуации когда парень дагестанец дагестана я не знаю кто получил там тоже у него что-то с кем-то там тоже были маты такие мы были маты ты сидел не сделал замечание и еще на то ли суленов тоже допускал мат до ваших конфликтов всех да да вот это тоже там не сделал никому замечания ну смотри это я изначально когда сам на конференцию попал первый раз перед камерами сидел я допускал маты я за это получал от родственников от дяди от отца я это у меня это потихоньку сформировалась я далеко не идеальный человек я вообще вот если сравнивать я считаю себя самым грешным человеком но это не значит извиняюсь за выражение если ты в дерьме сидишь по уши это не знает что там надо дальше гадить надо вылазить из-за этого надо очищать себя давать пример молодому поколению у меня вот сформировалась такое понятие вот то что я не делал замечание ты говоришь наверное про тот случай когда там с дагестана парень и тяжи были они подрались я сделал замечание брат я с ним стоял качал этот момент просто камерах этого замечать было было брат в конф конференции они не выставили выставили знаешь отдельно типа хард-шоу вот это полностью я за это с ним качал говорил ему ты старший наш какой-то пример подаешь не надо тут это делать делаете там было вес ульянов матерился чая там сделаю если люди не понимают я уже как-то знаешь в процессе разговора если на эмоциях матюкнулся там обычные такие слова паразиты я буду за каждое слово за слова паразиты нет ну там не слова были паразиты и ты сейчас стал ну а что я могу сделать они не понимают просто на силам это было убедительно на силам это было знаешь мне не важно будет это какой-то огромный человек будет это глава лиги мне не важно если я прошу если я привожу пример своих родителей то что вот если они наплевательски относятся к этому мне плевать кто там передо мной будет стоять я с любым разберусь и душка вам не хватит если речь про это многие говорят типа насил его газа ну да там он меньше тебя но там момент там момент был такой брат ну накопилось выплескнулась а тут я не было такого чтобы я не делал замечание ну выглядело это как-то по возможности ты делаешь замечание кому-то можешь сделать замечание кому-то нет но это со стороны игрок это выглядит ну да многие так считают мне плевать если человек не поймет он получит в башню вот слушай а что-то доделать другим который считает что ты их не понимаешь кто-то и тебя может непонятно это же не повод сразу бить в башню ну вот я же тебе говорю если я вот я же по культурному нормально объясняю я же сразу не бегу с кулаками также на силу я ему нормально сказал попросил вежливо я встал я вас прошу вот сейчас вы выплескнулись успокоились я ваш прошу не делайте сел и в лицо был момент а там там кто-то сидит там кричит там потом на меня смотрит там летит не летит если вот такие моменты продолжались бы серьезном плане и прилетела бы и дальше пошло бы все от момента происходит брат ну ты же знал изначально что купу по ума вообще как-то на самом деле смешно слышит там не матерись в плохой пример пока он да и моё вы куда пришли а с этой стороны как ты посмотришь но реально там же сами лиги типа выходят до изначально все друг на друга прыгали плювались там гробы приносили там что-то поджигали это сделал делалось чтобы индустрия развилась резко то эта грязь вся людям нравится а теперь они сами твердят что что мы профессиональная организация мы против драк мы против оскорблений я вот повторюсь вот пример которую я привел если вы сидите в этом самом не надо дальше туда гадить надо пытаться исправляться надо исправляться в любом случае мы же взрослеем не только возрастом и тут взрослеем моя позиция такая то что не надо использовать вот эту всю грязь но тебе не кажется что пока ты сидишь грязи или пока хоть одно пятнышко грязи на тебе есть то есть если ты что-то сам допускаешь то ты по справедливости не вправе кому-то делать замечание да сейчас поясню свое мнение смотри если ты пришел на конференции изначально позволялся маты потом ты их начал убирать потом ты стал делать замечания но маты допускаешь там где-то за пределами жизни до тебе не кажется что ты все равно сам еще в этой грязи бяточки грязи и не праве делать замечания а у начала выглядит как-то непонятно я уже сказал то что я самый грешный человек я считаю вот из всех из вас вот людей которые смотрят я самый грешный человек за мной очень много косяков но это не значит допустим если я делаю тебе наставление у нас по религии ты не должен хмыкать не должен что-то типа говорит а ты же такой а ты же это делал я тебе делаю наставление ты должен принять это ради бога ради всего лишь с религиозной стороны смотреть но так же нам же запрещено скверинных сквернословить во все религии причем мы и драться не должны тогда получать и мы сейчас не зрели вообще сейчас как это выглядит если ты материшься а ты не матерись моем присутствии смотри я же не матерюсь на камерах изначально начинал если начинал до был молодым а то что за камерой происходит допустим диалог двух мужчин я же нет не отправлял ему это с мыслями то что это увидят мои родители я был очень злой на тот момент но это все накопилось короче говоря это в процессе все накопилось и в моменте это выплескнул и в очередной раз хардкор со мной поступил так что выставил меня таким человеком который делает всем замечание как ты говоришь о самом итоге материться ну хардкор выставил с пиканями базара нет это жестко я не знаю почему так сделали и теперь переписку выставил также таким же методом если ты меня собрался шантажировать этим бонусом я тебе в жопу его засуну на со старшками приеду в жопу он засуну этот бонус понятно на аху и надо просто не материться потому что не бывает такого что ты прям лишь мату здесь а там я не приемлю мату мат либо он есть либо нет если ты делаешь замечание тут и в жизни не должен материться вот смотри даже ну я приведу простой пример на себе я в принципе не матерюсь никогда не на конференциях нигде и в жизни реально я могу допустить мат но только с теми с кем я могу его допустить там шуточной форме я не допускаю мат потому что чтобы не было повода мне за него сказать например мы с общаемся сидит и сидят твои друзья еще рядом мало мне знакомые как я буду при них материться брожда они могут предъявить не вот я у меня такая же позиция брат но ты сам допускаешь даже в лично риска вот в личных переписках тоже тоже не задавался сидел зажали нельзя допустим не ну конечно если ты делаешь замечание и ты против мата то вообще его не надо тем более ты общаешься с матчмейкерами еще с кем-то это же такая страна ну да это неправильно согласен с этим но также я не святой человек я это не отрицают просто я к чему это всему вот все это к чему то что вот видят нас люди ну да там меня не видит грехи свои надо скрывать же правильно очень стыдно за это брат я тебе искренне говорю мне реально очень за это стыдно я до сих пор нахожусь в таком тумане то что у меня вы с ну вот эту переписку выставили это большое давление на меня оказывает то что вот мои родители это увидели с отцом с дядями моими у меня были разговоры серьезные это отдельный момент в котором я абсолютно не прав которыми они совладал своими эмоциями но меня тоже можно понять меня надо понять я считаю потому что это длилось очень долго это очень сильно накапливалось меня на я со всеми уважительно общался вот со всеми с матчмейкерами там с моим щеками со всеми уважительно общался у меня не было никогда такого чтобы я считал себя выше кого-то просто вот этот момент допустили понимаешь сначала шантаж хорошо мимо ушей пропускал потом второе третье и вот когда тебе уже в лицо говорят типа он себя так не вел ты себя так вел ну а что я на это отвечу я же я же немножко двинутый на голову я это себя нормально сейчас контролировать сконтролировал брат но судя по тому что это расслабляем темы тема лучше уж пока пусть так будет чем могло бы выйти что процент обратно слушай а мама что позвонила сказала когда вот эти переписки все студии ну так вкратце на прям злилась или просто она переживала очень сильно за меня естественно там пишут уголовное дело там да конечно мама переживала я объяснил да успокоил то что все нормально начала все хорошо будет короче в любом случае я даже как-то старался не входить диалог потому что мне было очень стыдно перед своими родителями перед даже зрителями мне было стыдно тоже так вышло и на какое-то время я с диалога пропал мама вот до сих пор переживает и вот так на самом деле чувство стыда это тоже хороший показатель когда у человека чувство стыда это говорит о его совести плохо было бы если тебе не было бы за это стыдно мне интересна мотивация какая у тебя была в голове и какие у тебя были мысли когда ты на конференции встал и подошел к толи три раза иксовать свой гонорар являясь временным чемпионом оставь его и ты так устрашающе встал типа это было для чего сделано ну я предполагаю что обычно так делать чтобы как-то морально надавить а какие мысли у тебя бы мотивацию надо поднять что было в голове у тебя поднимаюсь у меня в голове вот за этот период как я к нему шел я в голове шел очень долго было очень много разных мыслей садить не садить конечно я был в тот момент в тот момент я был очень сильно на взводе и я очень рад что я более менее скан сконтролировал себя на самом деле где-то в глубине души я подходил к нему чтобы прекратить вот эти перекрикивания чтобы подойти но порыве гнева там было разные мысли допустим я хотел сказать вот даже сейчас скажу анатолий давайте я вам разок в башню дам и посмотрим сколько вы на лечение потратите вот такой момент тоже есть случилось как случилось это самое то что там иду лес я уже выходил с ним выскочить но вы селялись и все это могло на нем закончится то что докопилось а вот расскажи мы видели видео где вы поднялись наверх хархкоре потом уберите камеру камеру и больше не было ничего там да я ему предъявил за этот момент то есть вы словесно все-таки решали да ему предъявила он на своем остался на своем ну то есть без рукоприклады даже на повышенных тонах общались на повышенных тонах я грубо общался с ним не буду сейчас это озвучивать он стоял и больше не общались нет и не собираюсь злость есть на германского нет просто допустил сейчас чё с него возьмешь он такой большой плюшевый медвежонок расскажи теперь про эту запись про которую мы сейчас говорили вообще как она в принципе появилась и кому она была адресована я сейчас изначально подробно все разложить попытаюсь для тебя для вас зрители прошел бой с хантером все мы знаем то что хардкор месяц полтора не выплачивает гонорар все это время я при помощи знакомых друзей там где-то занимал деньги занимался лечением у меня больше 200 тысяч ушло на лечение я целый месяц лечился у меня было несколько сотрясений на одном на одной голове не знаю как это бывает повышенное давление голове очень долго лечился лежал практически месяц под капельницами никакого звонка от хардкора никакого письма я не услышал анатолий там сидит на уверенных щах так пафосно рассказывает то что 25 лимонов потратили на год тратим на лечение бойцов не рубляя за за этот год проведения в хардкоре за шесть боев не рубля я на лечение свое не увидел не знаю бойцов которым также помогали в лечении есть там единичные моменты там кубинцы вроде сломали челюсть вот ему помогли там за 25 лямов ты на него потратил что сам лечился сам все это понимал потому что не первый не второй бой же я там понимаю то что месяц полтора надо ждать надо выживать я чемпион я взял пояс в 77 килограмм хоть и временный но я стал чемпионом лиги и просто забыли меня лига просто забыла меня ничего не пишут не спрашивают как моего здоровья нулевая реакция месяца месяц тишина и я начинаю уже включаться я начинаю спрашивать про свои деньги ты за лечение как-то говорил организации в тот момент что мне надо как-то лечение я говорил организации то что я вот страчусь на лечение отдайте побыстрее мой гонорар я занимаю и они знали что в плохом состоянии но я же не должен лиги просить я же не должен их просить помогите мне на лечение лига же сама должна заботиться о своем чемпионе новом юси приведем пример то ли же так затрагивает тему с юси сравнивают там бойцов увозят на скорой и полностью им лечение реабилитацию полностью оплачивает менеджер доносил до матчмейкера мой прямо в суммах есть в переписках суммах сколько потратил я на лечение все это они знали но я за это не цепляю сейчас мне абсолютно плевать помогут они ничего от них не ожидаю но слова которые они говорят на публику должны же как-то оправдываться да пустой звону эти слова пустой зон я подрался на минутки с эймуром за 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 и вам нам обещали по 50 тысяч что ли я тебя не увидел не он не я ничего никто не давил типа где полкинья конечно давили брат месяца три-четыре давили каждый день смотрит оля говорит что он открыт открыт к диалогам вот за все это время я с ним пару раз так привет пока как дела вот так пообщался на контакт он со мной не входил никакой как с другими бойцами я вот отвечают чувствовал от него негатив вот это такая неприязнь как будто как он говорит на конференциях сидит я тебя под мясо кидал кому будет это приятно я посмотрел бы как бы он общался там с другими бойцами другими чемпионами там с асланом сама там посмотрел бы как он говорил идите куда вы хотите короче других лигах я себе не позволяю и другим тем более не буду позволять вот такого отношения короче как это случилось я взял не отдали гонорар 450 тысяч отдали я раздал долги там и все не увидел этих денег практически не смог не смог помочь дома ничего я вот жду эти 250 тысяч бонусом и бонус был от олимбета вот хочу обратиться к олимбету почему вашим именем пользуются люди и по итогу с этого ничего не получается деньги вы выплатили им они себе в карман положили мне ничего не дали хантеру отдали бонус вот я узнал что хантер я все время написываю евгению евгению через менеджера там сам на гене это же не харкора да вот этот которому меня вот этот конфликт сложился написываю написал где-то игнорит все в переписка есть в течение месяца все это происходит я узнаю что отдали хантеру пишу твой бонус на стопе до переписания контракта переписание контракта пишут такое ну вы понимаете шантаж из-за тех иных условий я пишу напрямую хантеру выплатили почему мне не выплатили он напишет такие слова hunter себя так на конференции не вел я спросоне вот это он меня два дня игрой нори спросоне просыпаюсь смотрю это сообщение и меня накрывает просто и вот эти голосовые что было дальше уже слышали а он что ответил он ответил почему ты себе позволяешь такие вещи говорить типа мой адрес я это не от своего лица говорю там туда я сказал передай тому эти слова does дословно передает тому кто тебе это сказал и насчет этого бонуса я хочу сказать что я его не жду вот анатолий показал себе цену там эти 50 тысяч 250 тысяч а дальше говорить не буду ты сам все прекрасно знаешь я эти деньги не жду отдай их на благотворительность если ты их в другое русло уже не отправил вот про отношения анатолий говорит что нельзя так делать а вы как себя ведете по отношению к своим сотрудникам когда их запираете в комнате с охраной и вы знаете что там бывает дальше вот эта информация у нас тоже имеется так что не надо из себя строить пупа земли немного спуститесь на землю потому что рано или поздно вас кто-то спустит саму лайку подожди ты сейчас сказал что кто-то кого-то запирает и что-то делает да да но это громогласка сейчас как есть казанну кто кого откуда информация кому надо тот услышал братец и он об этом задумается говоришь ты знаешь что вот это было да я знаю да есть но поддержать не буду потому что кто надо тот услышал и пусть задумается о своих дальнейших действиях а почему то ли тебя заблокировал если у вас в принципе не было диалога в инсте и вы не общаясь вот этот момент я же говорю я пытался наладить с ним контакт общительным не мог все это время наладить он игнорил жестко даже когда я стал чемпионом никакого внимания как я говорил не было чувствуешь чувствовался негатив вот этот и вот мы в я ему пытался после вот этого конфликта который у нас произошел пытался выйти на разговор писал ему предлагал сесть за чашкой к нам кофе чая поговорить пообщался пообщаться был игнор игнор и в итоге он даже не читал читал и игнорил игнорировал игнорировал и вот короче в итоге он не прислал огромный текст то что я должен принять принести публичные извинения то что я должен перед ним и перед публикой извиниться за то что я сделал извиняться я ни в коем случае не буду я признаю да за голосовые за свое поведение он не говорил там что-то про старших типа старый со старшими так не ведут туда-сюда так вот я скажу что старшие такой пример не показывают и я с любым старшим человеком уважительно отношусь какой привет такой ответ это не значит если ты старший то можешь себе позволять такие моменты я ему написал ответный текст максимально культурно вежливо хотел пойти на чтобы пошли на компромисс на хорошей ноте разойтись и на что он не ответил я тебе сущу все сказал тролля тополя и заблокирование еще писал что мы придем со старшиками почему опять же мы есть то почему со старшиками все знают то что я всегда один решаю свой вопрос но если с той стороны обложились охранной обложились там тем всем и почувствовали себя какими-то правителями я вам хочу сказать что со мной это далеко не прокатит у меня есть старшики да это слово я зря использовал в таком контексте это опять же эмоции и в моменте все случилось так нельзя за это тоже я получил и все еще впереди мне кажется это мои проблемы но то что вот вы мне там сидите наговариваете на меня всякую дичь говорите другим людям как-то пытаясь меня оскорбить показать в плохом плане вот за эти вещи вы ответственность будете нести я вам это обещаю как будет ответственность нести как будут ответственность нести мы в скором времени узнаем на пару встреч намечается и посмотрим что из этого выйдет у всех есть связи то что мы придем это имелось ввиду то что его обложили охраной меня одного не пропустят я приведу своих людей дорогу расчистят подойду к вам сделаю из этих двухсот пяти тысяч трубочки что вам приятнее было то что я там ляпнул то что буду там день засуну туда-сюда вот это то что ляпнул это тоже неправильно не красит но это было на эмоциях сказано если я это сделаю я не буду естественно это делать но если это сделаю меня боюсь что что вам это понравится поэтому не будем этого делать слушайся серьезно ты же прекрасно понимаешь что если ты с ним как-то решишь не в правовом поле понятно какие намеки то это же будет последствия и ты можешь оказаться вообще ну сам знаешь где ама ну смотри я не примет не пытаюсь не собираюсь никуда применять грубую силу не собираюсь совершать на данных момент сейчас никаких ошибок я максимально контролирую себя потому что я понимаю сейчас на мне особое внимание надо где-то осторожничать надо где-то проявить терпение я проявил терпение но войну начал не я я хотел продолжаешь я ее все сгладить войну начал вот этот человек которому у меня нету абсолютно уважения никакого вот он ее начал и я ее закончил я вот не привыкли не люблю вот эту информационную войну но я с этим справлюсь и не с таким справлялись в любом случае правда за мной в любом случае я признал свою ошибку в моменте но вот этот человек который сидит пуху на себя накинул и считает себя пупом земли потерял мое уважение к себе абсолютно и я сомневаюсь что разумные люди проявляют к нему уважение вообще слушать не думал просто эту ситуацию отпустить забыть не возвращаться к ней просто сейчас ты говоришь то что он за это ответит но когда я делать ничего не буду но он ответит просто он двигаться сам с организация ты сам и у тебя проблем нет прикол да вот прикол в том что я вот так и поступил просто после этой блокировки все я забыл потом он оповестил вот это сообщение потом он звонит другие лиги и пытается помешать поприветствовать моему переходу другие лиги пользуются своими связь связями наговаривает на меня все откуда информация такая что звонит в линии информация подтвержденная потому что когда я поехал подписывать контракт за 30 минут позвонил анатолий армену сказал что у меня какие-то контрактные обязанности траля тополя наплел и мы в этот день не подписали контракт а у тебя были обязанности абсолютно никаких армен попросил предоставить попросил но там пошло дальше пока не знаю разбираются конкретики нету насчет этого вопроса но разбирательства идут но по контракту ты все отработал по контракту я абсолютно все отработал и что в итоге сейчас нашим делом пока разбираются до разбираются обсуждения просто вот эта клевета вот это его его добру не приведут люди понимают кто есть кто и кто на что способен гораздо насчет заявления следственный комитет у тебя вызывали тебя или что-то было или нет меня не вызывали и думаю это общение уместно по такому вопросу вызывать следственный комитет это просто вот так для зрителя по ушам проездились сколько он уже таких заявлений кидал то что он там фартовый за решеткой сидит там она не уже возбудили дело и вроде он по подпиской разве нет но факт остается фактом то что он не за решеткой сидит ну еще не вечер то ли сейчас вот еще не вечер не реально как бы дело заведено он по подпиской могут и срок дать могут и не дать там был факт преступление по факту был по факту был с моей стороны ничего такого не было не ну конечно ситуация разная абсолютно словесно там наговорил мата смотри я брал интервью анатолия и кстати если бы я у него брал интервью с 10 на 11 и до этого еще несколько дней если конечно эта ситуация была бы с звуковыми в тот момент я бы ему задал вопрос поэтому в интервью этого вопроса не будет я это говорю потому что она еще не вышла но смотря этот подкаст то интервью уже вышло в этом же интервью анатолий сказал что вот вот эти переписки которые были опубликованы что ты общался в принципе сотрудниками или с кем-то конкретным еще до этого момента где-то за месяц ну то есть у тебя и так было общение такое но возможно было по тем же вопросам гонорара вот это евгений пришел туда недавно вот эту всю кашу можно сказать сварил он потому что вот этот человек пришел недавно в хардкор и вообще свои обязанности матчмейкера не выполняет не доносит информацию до анатолия не знаю он там боится ну боится скорее всего потому что анатолий же у нас пуп земли не доносит информацию если бы вот этого всего бы накопительного не было вот этого бардака на конференции не произошло если бы мне не через два месяца два месяца прикинь хардкор забил на меня я стал чемпионом два месяца 0 информации 0 предложений я еду на такси на конференцию вот эту и мне женя по пути присылает контракт прикинь как как он работает вообще присылает вот этот контракт мне вообще не по себе становится по пути я уже максимально плохо настроен потом вот этот хантер дурачок начинает исполнять всякую дичь за что ты тоже при встрече мне будешь отвечать за определенные моменты а что за моменты что за моменты выставляет историю после этого всего выставляет историю пишет тебе никто ничего не обязан маль маль ребенок со слезами на глазах вот такие вещи пишут а это вам про какую ситуацию говорит ну вот вырезал момент конференции где там за гонорар да со слезами на глазах мы ждем встречи короче говоря подожди я сейчас для себя уточню что понял то есть он вырезал момент где его вообще никак не касалось не затрагиваться где я конфликтую с руководителем лиги ты сказал то что ты не уважаешь анатолия но при этом ты чемпион его организации вы с ним обнимали жали руки и благодаря его организации ты стал звездой как никуда те вот хороший вопрос брат насчет того что благодаря организации я стал звездой если бы я не был тем кем я являюсь я бы не стал бы вот человеком звездой не стал бы не стал бы чемпионом вот мне в откровенном лицо говорят под мясо кидал но я все это прошел благодаря себе только себе до площадка дала мне это я благодаря благодарен за это площадке я искренне любил это дело я до сих пор где-то в глубине души люблю хардкор люблю кулачку я это хардкор хардкор это я как я говорил всегда я люблю эту организацию ну чуть-чуть уже но уважение вот этот человек себе потерял я максимально у меня последнее слово с ним было максимально вежливо культурно на уважение он меня снова послал и на этом у меня с этим человеком расход как я вижу свое будущее дальнейшее возможно где-то будут с хардкором деловые отношения на данный момент мы расходимся что очень печально еще один момент хочу уточнить я не временный чемпион я основной чемпион этой лиги почему потому что я на конференции задал прямой вопрос если леку оставляет пояс я как временный пояс становлюсь основным чемпионом не анатолий ответил да то есть леку до всей этой ситуации конфликт олег оставил пояс я стал основным чемпионом и ушел основным чемпионом хардкора хоть меня это всюду убрали от всех рейтингов там в рейтингах стоят люди которые давно не в организации даже и которые дерутся в других организациях меня сразу убрали спасибо вам за это я свою работу в хардкоре выполнил на все сто процентов плане медиа в плане раскачки боев в плане самих боев я выполнил свою работу на сто процентов за что не получил уважение от руководителя на что сложилась вся вот эта ситуация сейчас которая слушаем изначально эта ситуация началась конференции насчет гонораров и раз ты сейчас заговорил за временный пояс то что ты стал чемпионом тебе же анатолий предлагал хочешь гонорар x2 стань чемпионом невременным когда был не не так было ну тебе смотри он сказал типа если ты станешь чемпионом за счет того что лендерш уйдет тогда не будет гонорар того x2 а если ты сейчас проведешь тогда будет ну типа x2 назови справедливую цифру назови от ляма если ты проводишь защиту титула и становишься действующим чемпионом это разговор легко чтобы подраться с гаджи я дал согласие на эмоции дал но дал согласие руку пожал они сразу закинули анонс то что будет чемпионский бой в твоем понимании x2 это сколько вы что даже 50 тысяч их знает а сколько у 950 вот 900 математики это 900 то есть я дал согласие на 900000 вытеснен мне прислали другой контракт мне прислали 600 плюс 300 то есть это не x2 600 за выход и 300 если я выиграю так анатолий на конфе и сказал да из 600 несправедливо если не ошибаюсь так он же сам склада 600 несправедливо будет больше родная говорю вот вот этот ворот все вот эти его разговоры в большинстве вот но ты полторашку просил просил полторашку на за это же бой брат я согласился я дал согласие выйти я сказал от ляма мне сказали гаджи там уже на эмоциях гаджи во первых я его ни в коем я его уважаю ни в коем случае никакого этого нету негатива к нему но говорю просто по фактам медико 0 стопами не дрался до дрался с метисом но там и засечки боя в основном не было никому не известны вот смысл сравни вот 50 да у него 50 вырубал мешков каких-то не в оскорблении ему просто мое мое мнение в оскорблении мешкам на ты хоть кого назвал мешками ну новички с ним дрались дебютанты дрались не брать но ты же сказал что от миллиона а вот пару минут назад и грыжда x2 это будет 900 а почему говоришь сам от миллиона я озвучил контракт который мне предложили он сказал неправильно тогда озвучь правильные цифры он сказал я сказал от ляма x2 ты вроде он сказал нет x2 я тебе готов дать потом там на эмоции я потому что вот я на эмоцию дал согласия готов был с аварцем подраться я почему крикнул полтора за аварца потому что вот нету вот этого всего составляющего медиа так далее так далее это чисто такой спортивный бой был бы поэтому я понимаю что с видением с моим видением боя я получу очень много ущерба я не сомневаюсь своей победе допустим в этом бою как и не сомневался не в других боях я понимаю что после этого боя мне придется лечиться так же если не больше поэтому я запросил вот за этого человека вот определенную свою сумму да они не согласны ну дайте лям тогда тоже лям не хотят давать ну согласились на x2 если говорить сейчас объективно говорить у тебя был гонорар ты стал чемпионом x2 но это же типа справедливо ну почему должны давать полтора или миллион сто если x2 у тебя и так умножается на 2 это и так типа достаточно надо это x2 так ты потому что начал другие суммы говорить но по итогу мы по рукам же дали на x2 по итогу дали да да я подошел дал по рукам x2 погнали а потом что в итоге он на конфе говорит что это несправедливые суммы и присылает мне после конференции почти такой же контракт выход 600 победа плюс 300 вам лично то ли присылает нет ну ну более озвучил матчмейкер прислал говорю анатолий со мной на контакт не идет она же у меня за боится что лили я не кусаюсь брата ты матчмейкеру сказал вот видео где на конференции то ли говорит 600 плюс 100 несправедливо что должен быть 2 матчмейкер ответил матчмейкер ответил то что 600 плюс 300 это и есть x2 а вот ребята говорят услышат эти суммы у них глаза на уши на лоб лезут а дело в том что вы не понимаете через что мы вот спортсмены проходим чтобы добиться вот этих сумм мы добиваемся этих суммы отдаем все на здоровье подготовка врачи там тренеру процент менеджеру процент там все время подготовки то что ты занимал чтобы там за проживание платить за тоже питание это вы все учитываете ребят там по факту ничего не остается и после вот кулачные бои вот давайте вот один раз я вам врежу один раз вы мне врежете давайте посмотрим что из этого выйдет это тоже должны предложения у тебя сомнительные честно говоря ну люди слушай ну ты сам выбрал этот путь да но я не против я люблю это я люблю это дело и это очень неправильно получилось то что на конференции вот анатолий начал озвучивать суммы единственно значит этой ситуации непонятно ты говоришь что два месяца не давали там деньги еще какие-то вот я когда с мартином джориан общался у нее примерно были такая же ситуация именно что не мог достучаться до анатолия ему задал вопрос а на что тебе тогда менеджер потому что это работа менеджера почему твой менеджер самый не добирается до анатолия не говорит там за бонус с матчмейкерами это же моя работа менеджерская работа базару нет но мы же семья мы же открыты к диалогу мы же то третье десятое к нему подойти поздороваться бывает западло понимаешь потому что видишь его отношения к себе но и слышно ну да уважение проявлял к старшим здоровался завода здоровался через западло здоровался вот было такое ощущение когда подходишь к нему вот допустим задать какой-то вопрос и понимаешь уже как он ответит как он пафосно будет себя вести вот но ты в этой лиге он руководитель со всеми поздоровался не поздоровались что ли такого же тоже не бывает как минимум на три часа задерживают съемки на 12 приезжаем там в пять в шесть съемки делаются вот этот момент постоянно вот неуважение к бойцам нету там уважение к бойцам семья тря-ля-ля тополя ну это значит получается вроде смотришь на вас вы все хорошо друг друга уважаете любите жмете руки а потом когда происходит конфликт оказывается что из-за подлобы оздороваться и тому брат и так да да приходится приходится еще хотел тебе момент спросить вот тоже касаемо той конфы и потом нарезки которые ходили в интернете ты на конце говоришь типа я пошел на наше дело я пришел туда сказала я есть хардкор кара хардкор это я ты так всем завел потом выходит нарезка что ты вообще говоришь другие вещи где мне заплатят я готов к обсуждению где больше заплатит там и выйду зависит от того какой у чек не предложит уже интересная заявка я в нашем деле стоял говорил когда мне бойцов предлагали я это хардкор хардкор это я смотри у меня есть видео я его выкладывал я специально попросил со стороны снимать чтобы вот зная то что вот это произойдет кстати вот этот момент это тоже отчасти обида была вот прямо перед конференцией это произошло то что я поехал на кардкор это я подошел к анатолию поздоровался пообщался так слегка насчет нашего дела упомянул он такой да ничего нормально все медиа прокачал нормально все окей это тоже вот отчасти обида была тыкали меня вот на конференции я не знаю есть моменты нет на протяжении всей конференции меня тыкали типа наше дело траля тополя а у меня есть видео я его выставлял где я говорю то что я это хардкор хардкор это это было сделали нарезку такую что ты сказал что я сказал я наше дело обрезала ему ему же не интересно меня еще сценарист вот с такими глазами наше дело тоже здесь косму запускает немного но я понимал что им не выгодно то что я стою хардкор холи да но еще не выгоднее вышло у тебя что ты сказал одно а потом на нашем деле выходит другое это вообще было жестко я так всегда брат видишь вот как меня недолюбливает я вот не понимаю зачем обиду держать на меня я к свой контракт выполнил пошел наше дело два месяца хардкор меня забыл чем не я не могу другую лигу если зовут потечь буду сидеть и ждать с моря погоды твое право ты можешь идти куда хочешь если контракт отработал и потом на это обижаются и сидят как будто я виноват короче слушай ну и в итоге на нашем деле у тебя какие условия там они то что предложили контракт на несколько боев короче расскажи все что можешь рассказать смотри насчет нашего дела как я сказал на стопе но у нас был контракт на столе лежал на 3 боя сразу озвучу то что первый бой был чемпионским сразу за пояс и хочу сказать что там есть мои желанные лямы так что все кто переживает всех обнял но пока на стопе пока ожидаем конкретные суммы я называть не буду естественно но от ляма ну что я запросил то и далее кем ты вообще видишь себя дальше не ближайшие там пару лет а вообще кем себе блин вот моя цель на этот предстоящий год это завести семью первую очередь надо уже завести семью потому что я волк одиночка и одиночество вот это меня пожирают внутри поэтому мне нужен рядом сильный человек свою частицу на свое ребро надо найти а по жизни смотри вот это медийка дает очень много возможностей возможностей хочу запустить какой-нибудь свой бизнес свой бренд в плане одежды очень люблю одежду в плане кроссовок дальнейшем я вижу себя бизнесменом скажем так мне таким крупным поживем увидим не только не таким крупным как кто в костюме сидеть с таким пузом короче все от всевышнего мы предполагаем всевышний располагает так что надеемся на лучше но на бога надейся но сам не плашай слышим вот мы предполагаем всевышний располагает аналогично насчет нашего дела вот первый бой чемпионский был и втором бою мне кстати тебя предлагали вот так что можем условия будущем сначала надо разобраться потому что сейчас мое дело на стопе пока я не в деле но я скоро буду в нашем деле уже мою фамилию назвали наши да конечно второй бой это был уже с тобой да вот это попросим еще чтобы не то что он там пояс придумали как наш сакер всякие там придумают пояса может какой-нибудь компонный деревянный там любые буквы на нашем деле есть пояс гангстер не подхожу если честно не на самом деле ты подходишь потому что ты с блогерской я уважаю то что ты делаешь потому что ты с блогерской тематики перешел в спортивную и показываешь 7 классов а блогерскую тематику из тюрьмы перешел я не гангстер может но да и говорю твоя деятельность немного подкатывает под это потому что тюрьма там блогер потом бои главное главное реверсы не повторить обратные не знаете говорили мои условия пять по пять чего я хочу в 5 5 3 по 5 не я не грушки а вывезут я просто хочу 5 по 5 один раз жизни брал я не дрался до 5 года я тоже один раз я просто хочу проверить что будет но он скажет а уже уже говорится 5 по 5 почему потому что я тоже один раз дрался 3 по 5 прикольно интересно мне чисто для своего опыта я хочу попробовать что-то новое не то что я супер дышу блин 5 по 5 это конкретно испытания и для меня испытания я виталий тарасов сказал я говорю виталий тарасов давайте хорошо делаем бой в следующем году просто прикол в том что в первом раунде это все для тебя закончится а чё переживаешь тогда я не переживаю просто надо будет тогда уже обсудить своим менеджером с лигой условия нет и сейчас вообще принципе согласен не то что я я хорошо я просто хочу что-то новое я вообще пришел это еще забега в том что этого нового не получишь хорошо я объясню я вообще в принципе в бои пришел и сейчас дерусь не за чека потому что чеки там нормальные относительно нормально но я не на этом зарабатываю мне просто интересно что-то новое я подрался сначала три по три дрался там в разные потом после него гайдра последний вот один раз три по пять с каннским фестивалем а это 3 по 1 1 был у меня да сейчас мне просто интересно 5 по 5 подраться закончим в первом раунде или я тебя закончил кунду из разу значит не будет но мне интересно вот такой формат не забыл наш спор да 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 он в курсе он был насколько он был на харкоре значит уже аннулируется это надо уже в лиге раскачивать наш бой если так чё мы сейчас как спор аннулируем и потом новый заключим или оставляем спор есть спор брат оставим может еще докинем посмотрим но не в этом дело если 5 по 5 ты говоришь ты не за чек дерешься я за чек берусь да так есть потому что мне надо помогать семье зачем я тоже дерусь просто и он так изначально нормально предложение в принципе интересная брат почему бы нет я не дышу вообще ты знаешь но я уверен то что в первом раунде этот бой закончится по воле бога короче говоря можно обсудить почему нет прикольная один раз жизни три по пять дрался потом легкий с и вы я тоже не раз дрался ты нормально дрался и по 5 скомментировал это у вас там знаешь не было актива такого с тобой сделаем актив со мной будет очень бурно слушай ну чё вроде пообщались я тебя задал все вопросы какие только придумал надеюсь зрители довольны вы пишите в комментариях упустил ли отчета не упустил я стараюсь задавать вопросы абсолютно все которые вижу и неважно в каких отношениях я с человеком вот тебе спасибо что побеседовали был рад видеть до комментарии или всех обнял братва ставьте колокольчики лайки пролята поля все кто меня поддерживает всех люблю ценю правда за нами и она будет оповещена рано или поздно все кто за меня переживают всех обнял братва спасибо все кто пишут гадости разберитесь в себе сначала потом лезьте в чужие дела и ставим не кархо братва это мое время и все будет надо их там не закончится я вот смотрю на тебя всегда с улыбкой и но бой у нас будет очень жесткая а я же вообще мне злость никак не нужна ты кстати говорил что тебе нужна злость какая-то я никогда зло не дерусь типа зачем у меня цель убить победить ну убить не убить победить соперника зачем мы за без злости как ты это сделаешь из негатива обычно по-братски это нет не просто в бою стирается понимание брат товарищи злость не злость просто есть цель все я на это смотрю так можно контролировать злость может короче у меня в бою к тебе злости не будет у меня будет за активность и вы увидите смотрите в бою у него будет злость ко мне у меня к нему не будет злости и сравните я без злости не могу вот канцким фестиваль не выждрался у меня вообще книгу и злости не было поэтому там были моменты когда он вес в крови было и когда у вас такой себе бой был чисто залежу как я залежу я уже добивал его нормально локтями добивание хорошее и возможно тут у сетки удерживал в конце последнего раунда запережался за тебя немного пропускал в челюсть так что нормально от меня не пропускал брат топ и миллион получал 110 килограмм да ладно ладно уже не все комментарии будет считать буду буду читать комментарии негатив я прохожу стороной а всех кто переживает всех вижу брата всех люблю цена конструктивный негатив если обычно делаю вывод я прислушиваюсь к вам зрителям конструктивный диалог введите я буду смотреть и делать для себя выводы все друзья на этом все всем пока до новых встреч подписывайтесь на канал и давайте наберем уже миллион подписка let's go